Продолжаем автоматизировать садовый водопровод. Сегодня используем для этого шаровой кран CWX-15. Как только стаял майский московский снег, команда Амперки рванула на природу. Снимать дачный проект. В прошлом году это был капельный автополив без насоса. Мы собрали больше 200 комментариев к этому проекту, и среди них была отличная идея добавить дистанционно управляемую арматуру. Мы больше года грезили этой идеей и перепробовали десятки вариантов. Остановились на шаровых кранах CWX-15Q. В основе устройства латунный шаровый кран под трубы на 1,2 и 3,25 дюйма. Он выдерживает давление до 10 атмосфер и температуру воды до 100 градусов. За поворот крана отвечает моторный блок, рассчитанный на работу с 12 вольтами. Управление осуществляется по трем проводам, но их назначение несколько отличается от обычных тройка шлейфов. Желтый провод это общая земля. Синий подает питание на коллекторный двигатель, который открывает заслонку. А если подать ток на красный провод, заслонка повернется в обратном направлении и кран закроется. Кран оказалось удобно подключать через тройку реле. Нормально замкнутые контакты соответствуют открытому положению крана. Нормально разомкнутые, закрытым. Перещелкиваем реле и примерно через 3 секунды кран откроется, сработают концевики и мотор выключится. Таким образом, после перемещения заслонки модуль не потребляет энергии. До следующего срабатывания реле. Проверим, как модуль поведет себя в суровых дачных условиях и автоматизируем с его помощью систему полива газона. В качестве управляющего устройства используем УНА-Вайфай. Во-первых, это удобно, ведь ее можно перепрошивать по воздуху. Во-вторых, мы решили проверить выносливость итальянского гостя в условиях российской действительности. От превратности дачного электроснабжения плату защитит PowerShield. Он выступает в роли источника бесперебойного питания на случай кратковременных отключений электричества. Наша система полива будет включаться по заданному расписанию. Каждый день на 20 минут в 7 часов утра. Для этого через SlotShield подключаем модуль часов реального времени и реле. Чтобы не лить воду понапрасну и не включать полив в дождь, добавляем датчик влажности почвы. Если в назначенное для полива время газон окажется и без того слишком влажным, система не станет открывать кран и дождется следующего планового полива. И, наконец, мы позаботились о соблюдении первого закона робототехники. Наш дождеватор не причинит ряда человеку, случайно катив его водой. Для этого подключаем инфракрасный датчик движения. Как только в его поле зрения появится человек, датчик подаст сигнал на контроллер. И тот на минуту выключит систему. Подробную схему и скетч вы найдете на wiki.amper.ru. Ссылка внизу в описании. Управляющую электронику и блок питания электроприводом упакуем в герметичный корпус. Мы решили упростить себе задачу и взяли корпус от проекта SMS-гирлянда. Он доказал свою надежность целый месяц, пролежав в снегу под елочкой. Провода от шарового крана подключаем через герметичный разъем, сделанный для питания светодиодной ленты. И нам пришлось добавить еще два разъема для подключения внешних сенсоров. Подключим нашу систему к садовому водопроводу и проверим в действии. Повелевайте водой как и где вам угодно. Собирайте системы автополива, автоматизируйте бассейны, теплицы, аквариумы и сауны. А главное, делитесь с нами своими проектами в соцсетях. Все ссылки вы найдете внизу в описании. Впереди еще целая гора крутейших железок и невероятных электронных штуковин. Ну а пока, до скорого! А панарики! Всем часов утра будет уключаться наша система автополива. Ауа, 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 ауа! Экс-пятнадцать!